Здравствуйте! Я рада вас приветствовать на канале Обзор на Незазорно. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Ну а мы сегодня продолжаем говорить про влоги семьи Колесниковых. Куда без них? И у них сегодня распаковка из любимого Василька. С чего начинается влог? С того, что на диване сидит Виталина и Дарина, светооператор, и слышу голос Светы. Ну иди давай уже, Дед Мороз, красный нос. И за диваном выходит с мешком за спиной Настя. Заходит она и ставит мешок рядом с диваном. Естественно, мешок падает, потому как Настя пошла за ножницами. Его поднимает Виталина. Ну, короче говоря, пока Настя пришла туда-сюда, Леша прошел за диваном в одну сторону, потом в другую сторону. То есть Леша в распаковке никакого участия не принимал. Ни Леша, ни Максим, ни Никита, ни Анжелика толком тоже практически не была. Вот только вот втроем. Виталина, Настя и Света в основном. Ну, что было в этой, можно сказать, посылке, что ли, да, в этом мешке от Василька. Туника для девочки, которая, естественно, досталась Дарине. Причем она практически такая же, какая была в прошлый раз, только немножко, может быть, расцветка другая. Слегка изменилась. Но опять тот же самый котик, те самые лапки на кармашках. Все то же самое. Ну, вот мне просто интересно, для чего Дарине столько вещей? Света говорит, вот, мол, те вы уже уделали. Ну, что-то в этом плане. Ну, ничего себе, когда же девочки успели? Виталина аккуратненькая девочка. А Дарина, куда она носила так сильно, чтобы за два сдать все? Очень интересно. Дарина в сад не ходит. Куда-то по гостям они тоже не ходят. Куда она так сильно носила, что прям уже все, нет той туники. Очень интересно. И вот взамен той, мол, новая есть. Ладно, думаю. И тут я слышу, ты что, ешь, что ли, такой недовольный тон Светы? Ну, что случилось? Оказалось, что Виталина пошла на кухню, где-то там обнаружила мандаринку. Свет ест. Ну, тоже я согласна немного со Светой, потому как тут новые вещи и руки в мандарине тоже нехорошо. Могут быть пятна. Ну, больше Света ничего не сказала. Вроде как Виталина доела эту мандаринку. Вроде как руки нам не показали, но я надеюсь, что она помыла. Очень на это надеюсь. Вот. Потом туника вторая Виталини. Ну, понятно, Виталини надо, она в школу ходит, ей надо. Но опять же, две одинаковые, зачем ей нужны? Тоже непонятно. Опять же, тот самый котик, те самые лапки, кармашки с лапками. Непонятно для чего. Надо две одинаковые туники ребенку. Материал для Насти. И Настя взяла этот материал, говорит, о, один метр, все как я хотела. И Рассветка классная. Говорит, как раз мне хватит на фартук с нагрудником. Нет, на фартук. Вот, просто на фартук. Но чуть ранее, она влогом ранее говорила о том, что будут они шить фартук с нагрудником. Потому как они уже шили просто фартук, такой поясной, что ли, да? Вот. А теперь будет с нагрудником. Ну, Света говорит, ну, интересненько, интересненько. Как позже выяснится, Света это пропустила мимо ушей. Лишь бы сказать, интересненько. Вот. Следующая. Халат туника для Светы. Вот так. Такой вот синий, пушистый, не побоюсь этого слова, да? Такой он мохнатый. Интересный халат туника. Да, это вместо того, наверное, костюма голубого, где вот сонное какое-то животное нарисовано. Точнее, аппликация в виде какого-то. То ли сова сонная там, то ли что-то непонятное. Ну, кто-то там спит. Вот. А здесь вот без рисуночков просто вот темно-синий такой вот халат туника. Еще по одной туники для Виталины и Дарины. Ну, опять же, для Виталины я согласна. Может быть, две надо было и Виталине. Дарине-то зачем? Она, я повторюсь, никуда не выходит. Для чего есть столько новых вещей? Меховой женский костюм персикового цвета. Он, конечно, для Светы. Черный теплый костюм спортивный. Но Света, говорит, не помнит, кому заказывала. Анжелика услышала это, краем уха. Уж не знаю, как она услышала, когда у нее вечно наушники на ушах. Говорит, что это ей? Ну, пришла, она посмотрела, повертела этот костюм в руках. Говорит, ну, там нет капюшона. И бросила его. Значит, Света говорит, ну, все, значит, я буду волосить. Не удовлетворил костюм Анжелику. Дарине туника подошла, когда стали мерить. Дарина довольная. Но, опять же, не понимаю, зачем это ей надо. Настя повторяется, говорит, ой, как хорошо теперь есть материал. В общем, Настя не нарадуется тому, что у нее есть материал для фартука. И тут Света спрашивает, а зачем тебе? Вы же уже шили фартук. Такое ощущение, что она только сейчас это увидела, услышала. Ну, Настя говорит, мы с нагрудником сейчас будем шить. Света, а-а-а, то есть в тот раз, когда вот только вы начали распаковывать, Настя говорила о том, что, ну, классно, мне как раз, надеюсь, на фартук хватит. И только сейчас Света очнулась. Тогда не могла спросить, какую фарту? Уникально. Виталине подошла туника, замечательно подошла. А вот на Свету костюм большеват. И она тут же с надеждой спрашивает, может быть, на Анжелику подойдет? Я думаю, ну, нормально, на маму большое, на дочу в самый раз. Хотя, в принципе, да, Света в чем-то права, Анжелика уже на самом деле, по-моему, больше, чем Света и вширь, и ввысь. Руки коротковаты, говорит Света. И у нее всегда проблема с рукавами, надо же. Никогда не думала и не замечала, что у Света руки короткие. Ну, тунику Света померила. И говорит, ну что, как раз. А на тунике, на кармашках такие две веревочки, которые заканчиваются помпонами. Эти помпончики, они очень милые, симпатичные. Помпончики Настя, которая все еще оператор, говорит, четыре шарика, называют шариками. И тут же говорит, тут две и тут две. Четыре шарика, тут две, тут две. Две шарики, тут и две шарики, там. О, Настя, Настя, и никто ее не подправил. Ну что, неудобно носить туники с этикетками, и этикетки Света срезала с детских туник. Прямо так вот, с туники Виталины, когда туника была на Виталине, и с туники Детинарины, когда Дарина была в тунике. Спортивный костюм, черный, теплый, померила Света. Он ей оказался как раз. И комментирует Света, разглядывая штаны. Говорит, штаны отлично сели на мне. Под самые до конца. Вот под что под самые, а, Света? Света, как скажет, под самые до конца. Теплый, говорит, классный. Ну и в итоге Света с девочками встала у дивана. В обновках они все. И Света говорит, ну что, друзья, вещи классные, приобретайте, покупайте. Ссылочки в описании. В общем, покупайте, и будет вам счастье. И вот вы знаете, мне подумалось, что очень хорошо, когда профилактический втык получает семья за то, что они издеваются над васильком, над распаковкой, над производителем в целом текстиля. Это очень и очень хорошо, когда возможен втык. А то они решили, что им все сойдет с рук. И вот та распаковка ужасная, после которой я вообще думала, что Василек им ничего не будет присылать, просто послужила причиной, чтобы Колесниковым дали хорошо втык. Они ужасно распаковали, ужасно все показали. А сейчас вот вроде как уже, которая распаковка у них, они ее показывают более-менее в приглядном виде. А то было что-то нереальное. Особенно комментарии Максима, это было бесценно. Кошмар какой-то был. А сейчас вроде как так с пиететом относятся молодцы. По крайней мере делают вид, что все замечательно и все классно у них. Боятся потерять, боятся потерять еще один источник новых вещей. Вот так что, в конце концов, они очень и очень экономят. Ведь если бы они это все покупали детям, хотя очень сомневаюсь, что они покупали бы детям вещи такого хорошего качества. Очень сомневаюсь. Они бы просто разорились бы. А так вот считаем бесплатно это все присылают на обзоры, они очень и очень должны быть благодарны Василеку. А то совсем уже расслабились, я считаю. Сейчас вот вроде снова собрались в кучку и вроде снова нормальные обзоры они делают. Ну и слава богу. А то меня жалко Василек стало. Ну вот таким вот получился у меня обзор влога семьи Колесниковых. Если он вам понравился, то ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, если хотите. Всем пока-пока и встретимся в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok